Добрый вечер! Представьте, что перед вами стоит задача построить трехмерную карту звездного мира. С такой целью в 2013 году был запущен космический аппарат ГАИА. Он летает с помощью своих двух телескопов, он смотрит во Вселенную и отправляет данные на Землю, где на Земле эти данные уже обработываются учеными, и они как раз эту трехмерную карту строят. То есть, получается, наш аппарат ГАИА обращается вокруг пустой точки в космосе. Но где это видели? Обычно космический аппарат летает вокруг планеты или перелетает между двумя планетами, но никто никогда не видел эти точки либрации. Причем он летает по орбите, солнечные его панели все время обращены на Солнце, он получает непрерывный поток энергии. Телескопы все время смотрят в космос. Это идеальная орбита для такой миссии. Откуда же эти точки взялись? Чтобы что-то исследовать, мы строим математическую модель и также выбираем объекты, которые мы будем в ней участвовать, которые мы будем в ней учитывать. В этой модели мы учитываем Солнце, мы учитываем Землю, предполагаем, что они вращаются вокруг общего центра масс по круговым орбитам, и еще у нас есть спутник, у которого очень маленькая масса по сравнению с этими планетами. Из-за того, что вся наша система вращается, у нас есть центробежная сила, которая заставляет спутник улетать из нее. Представьте себе спортсмена, который метает молот. Он сначала его вращает, потом отпускает, и тот улетает. Тут такая же схема. То есть наша планета вращается, спутник вращается, но если бы не было гравитации, он бы улетел по прямой. Вот. Получается, что у нас спутник притягивается Солнцем, притягивается Землей и при этом стремится улететь. А вот эти точки, которые открыл Лагранж, их пять штук, или один, или два, и пять штук, в общем, в них эти силы уравновешиваются. И поэтому, если чисто теоретически мы поместим аппарат прямо точно в эту точку, то он там будет находиться неподвижно. Но это не очень удобно. Если наш аппарат находится точно в этой точке, то он попадает в тень от Земли. И в нашем случае это неудобно, потому что он должен ловить солнечный свет, чтобы получать энергию. Для этого мы должны посчитать какую-то орбиту вокруг этой точки. Она все равно будет более выгодная, потому что там положение устойчивости и равновесия. Для того, чтобы посчитать орбиту космического аппарата, мы знаем, какие на него действуют силы. Это всего лишь гравитация и центробежная сила. Мы задаем его положение с помощью шести координат. Три координаты задают его в пространстве R3. Это координаты x, y и z. И 3 задают направление движения, то есть скорости по каждой этой координате. Дальше, чтобы посчитать какую-то орбиту, мы выбираем начальную точку. Допустим, мы начнем с такой точки, где у нас y равно 0, и скорости pvx и pvz тоже равны 0. Это будет означать, что мы находимся где-то вот здесь, начальная точка, то есть координата по y равна 0, и летим в ту сторону. Существует несколько способов, чтобы посчитать орбиту космического аппарата. Я расскажу про самый простой и интуитивный. Мы выбираем… Вот мы задали начальную точку с помощью x и z. Дальше выбрали какую-то скорость по y и отпускаем. Отпускаем, смотрим, как он полетит, потому что мы знаем, что на него действует, мы можем посчитать его орбиту. Он летает влево, но нам нужно, чтобы он не улетал в Луну, не улетал в Землю, не улетал никуда. В общем, нам нужно, чтобы он как можно дольше находился вокруг точки либрации. Значит, вот у нас первая точка. Это для скоростей. Мы увеличим скорость. Получается, но увеличили слишком сильно. Он попал в правую полуплоскость. Значит, мы знаем, что теперь наша скорость заключена где-то между единичкой и двойкой. Мы пытаемся подобрать эту скорость. Мы берем какую-то вот отсюда. Допустим, это будет 1,57. Вот. И внезапно получилось, что мы угадали эту скорость. И теперь наш аппарат может сделать 4 оборота вокруг точки либрации. Обычно мы считаем, чтобы посчитать с точностью 10-16, мы делим отрезок каждый раз пополам. Это получается 1, 2. 53 итерации нужно. И, допустим, мы можем считать орбиту вокруг точки либрации. Но какой у нее размер, какого она типа, это все очень важно для нашей миссии. И вокруг точек либрации существуют совершенно разные орбиты. Вот эта орбита периодическая, то есть если мы начинаем в какой-то точке, то через оборот мы снова в нее придем. Галу орбита. Если мы выберем ее достаточно большой, то как раз можем не попадать в тень от Земли или в тень от Луны. Это орбита Лисажу. Это бесконечное время, она будет заметать нам целую подушку. А эта орбита Липунова, она похожа на восьмерку. Моей задачей было исследовать орбиты вокруг окрестности точка либрации L2 системы Земля-Луна. Она может быть полезна, если мы собираемся поддерживать связь с ровером или с лунной базой, которая находится на обратной стороне Луны. То есть напрямую мы не можем с Земли связаться с обратной стороной Луны. Однако если у нас здесь будет летать спутник, то мы можем передавать сигнал с Земли на спутник и уже со спутника на Луну. Для того, чтобы проще было выбрать орбиту, я посчитала кучу орбит в окрестности этой точки. Здесь точка L2, здесь у нас Луна. И в каждой точке этой карты посчитана орбита. По этой карте можно определить ее тип и также размер. Например, для точки минус 20 тысяч и 30 тысяч по Z у нас размер орбиты будет 78 тысяч. 7 тысяч 800. Вот. По самой этой карте можно видеть несколько особенностей. Например, здесь овраг, и он соответствует галу-орбитам. Но попасть на эту галу-орбиту тяжело, потому что в реальности на нас еще действуют другие планеты, солнечный ветер, могут быть погрешности в выдаче импульса, и на нее очень сложно попасть, на эту периодическую орбиту. А вот на квази-галу-орбиты, которые являются немножко более разболтанными версиями, галу-орбиты попасть легко. Они расположены вот здесь. Здесь расположены орбиты Лисажу, которые подушки. И тоже можно выбрать орбиту, которую маленькую, можно выбрать большую. Вот на этой линии расположены восьмерки, которые орбиты Липунова. А здесь красным отмечены линии, на которых мы нашли новые орбиты и назвали их долгопериодические орбиты. Они выглядят как орбиты Липунова, только с большим количеством лепестков. Там бывают 20-лепестковые орбиты, 18-лепестковые. Таким образом, используя эту карту, вы можете выбрать орбиту для своей миссии. И закончить я хотела шуткой про точки либрации, но ее никто не придумал еще. Спасибо. Спасибо, Маша. Спасибо, Маша. У меня короткий вопрос. Можно я воспользуюсь своей позицией модератора? У меня правильное понимание точки либрации. Вот если есть система университет и дом, то столовка является точкой либрации для студента, где он может бесконечно долго вращаться, не притягиваясь ни к университету, ни к дому. Ну, для меня точно. Итак, у нас вопросы. Вопросы от жюри сначала. Спасибо. Очень хороший доклад. Все очень интересно. Меня зовут Данил. Вы вот сказали, что вы сейчас расскажете самый простой интуитивный алгоритм. Но мы все равно ничего не поняли здесь. В связи с этим у меня вопрос. А вы вот сами бы хотели в космос полететь, раз вы это все исследуете? Ну, на самом деле, да. Я бы даже хотела бы посмотреть на мир как раз вот из этих точек либрации. И я знаю, что у Роскосмоса есть открытый космос, но мне нужно получить высшее образование и еще опыта работы в этой области. Можно я прочередую зал и жюри? Да. Вот здесь у нас вопрос. Да, давайте, девушка. Привет, я Лариса. У меня такой вопрос. Как я понимаю, спутники сейчас работают от солнечной энергии. Ну, он получает солнечную энергию и за счет нее работает. Допустим, мы захотим исследовать какие-то точки либрации, которые будут находиться далеко сейчас от солнечной системы, от Земли, от Солнца. Какие возможные источники энергии для спутников, которые будут находиться далеко от того, что сейчас мы имеем? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, хочу сказать, что эти точки либрации, они существуют в любой системе трех тел. То есть мы можем взять Солнце и Юпитер, и там тоже будет пять точек либрации. И вот, насколько я сейчас знаю, можно только отправить топливо на этом спутнике, чтобы он его потом использовал. Но, допустим, в точках L4 и L5 системы Земля, Солнце и Юпитер находятся астероиды, которым ничего не стоит там постоянно вращаться. Их называют троянцы. То есть, получается, им не нужно топливо. Так, следующий вопрос от жюри. Мария, спасибо большое. На самом деле, отличный доклад. Я не знаю, вот тут Данил сказал, что он ничего не понял. Все, по-моему, замечательно. И более того, И более того, вот когда вы говорите, я сделал, я посчитала. Так приятно слышать, когда понятно, что сделано в докладе, собственно. Спасибо за это. А вопрос в другом. Вопрос вот в чем. Если есть какое-то конечное количество точек с замечательными свойствами, в частности, вот есть пять точек либрации, туда, по идее, очень много хочет кто-то чего-то запустить. И спрос на то, чтобы запустить спутники по орбитам вокруг этих точек, должен быть довольно большим. Не возникает ли теоретически какой-то конкуренции за это? Хватит ли всем места вокруг этих точек? Или действительно можно разные орбиты использовать, и это решит проблему? На самом деле, спасибо за вопрос. Да, во-первых, можно выбрать орбиты разного размера, можно выбрать орбиты разных систем, летать вокруг точек в разных системах. И на самом деле вот сейчас не больше 10 миссий используют эти точки. То есть в точке ИЛ-1 сейчас находятся четыре космических аппарата. В следующем году планируется запустить еще два космических аппарата в точку ИЛ-2. Один — это телескоп ВЭП, это НАСА, и спектр РГ — наша миссия. Спасибо. У нас вопрос Рима. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Очень интересно всегда слушать про космос, его активно осваивают, и я услышала до того, как начались страшные звуки, название телескопа или космического аппарата ГАИА. Насколько я понимаю, он уже давно занимается этой миссией, и одна из задач — это в том числе исследование экзопланет. Как вы думаете, через сколько человечество сможет найти такую планету, которую именно сможет заселить, отправиться туда, долететь, и кто первым будет там жить? Учитывая, что сейчас разные страны исследуют этот вопрос, я так понимаю, что спутник, который вы упомянули, он не наш, не российский. Как вы думаете, кто заселит, какая это будет планета, и через сколько это произойдет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, я не занимаюсь экзопланетами, и из-за того, что, насколько мне известно, сейчас нет ни одной... Если бы она была где-то рядом, то мы бы ее уже нашли, а если она где-то далеко, то лететь до нее очень долго. И у нас в настоящее время нет таких возможностей. Я думаю, в ближайшие сто лет тоже не будет таких возможностей. Поэтому... То есть это заселит новую планету, какое-то новое поколение, которое сможет решить эту проблему, сможет... Какие-то самые умные люди, которые смогут изобрести новый двигатель, новый тип космического аппарата, который долетит просто до этой планеты. Аминь. Да, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Юля. Очень интересный доклад, спасибо большое. В самом начале, когда вы показали карту вот эту с пятью точками вибрации, там была еще одна, которая между Солнцем и Землей. Как я понимаю, смысл вот той точки, которой следовали вы, в том, что с нее можно связаться с Луной. Но у нее есть несколько проблем. Там падают тени от Луны, от Земли, и мы пытаемся этого избежать. Почему бы не выбрать для этих же целей точку, которая между Землей и Солнцем, и тогда у спутников всегда будет энергия от Солнца, и с обратной стороны Луны тоже можно будет связаться? Вот она, эта карта, вот точка или один. А, нет, это не та карта. Вот она. Вот точка или один, и на самом деле Луна, она где-то вот здесь вот летает. Вот тут Луна. И то есть она будет пролетать, и периодически мы будем терять с ней связь. То есть точка или один, она не подходит для этих целей. Но ее можно использовать для того, чтобы предупредить астероидную опасность. То есть сейчас, находясь на Земле, мы не можем отследить астероиды, которые подлетают со стороны Солнца, просто потому что оно все засвечивает. Однако если мы поместим сюда телескоп, и он будет смотреть вот в таком угле, то мы заметим астероид, когда он будет вот здесь или вот здесь, и сможем как-то предсказать это. И последний вопрос. К сожалению, у нас заканчивается время. Здравствуйте. Меня зовут Фархад. У меня такой вопрос. Можно ли использовать эти точки, например, не только для спутников, но, например, для станций или других каких-то космических объектов с какой-то целью? Да, конечно, можно. Спасибо. Уже на самом деле даже есть проекты, как поместить туда станцию. Мой ответ — можно. Продолжение следует...